Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в видео мой топ растений, которые часто цветут. Это только не топ самых красивых растений, а которые именно любят свести и постоянно цветут. Это только не те растения, я их специально не стала выставлять на показ, я их буду показывать отдельно, чтобы сохранить интригу. Первое место в моем рейтинге занимает обутилон или как его еще называют домашний клён. Это житель субтропиков и тропиков. Он очень сильно ветвится. Цветки колокообразной формы с большим количеством тычинок. Существует очень много сортов обутилонов и в том числе гибриды. Это как раз вот мои таи гибриды, которые вам сейчас показываю. И они отличаются более продолжительным цветением. Ими украшают зимние сады и большие помещения. Гибриды могут свести в круглый год, если создать им подходящие условия. Любят яркий солнечный свет, либо небольшое затенение. Летом полив обильный, а зимой давать просохнуть на четверть горшочка. А вообще растение неприхотливое. Вторая в рейтинге Бугенвилия. Это тоже житель субтропиков и тропиков. Родина Бразилия. Любит солнечные места. Для выращивания дома предпочитает южные окна. Ей не страшны лучи палящего солнца. И только при таких условиях можно добиться хорошего роста и цветения. Если освещение будет скудным, то цвести она не будет. В помещении не любят сквозняков. Летом любят, когда ее выносят на свежий воздух. Но температура при этом не должна опускаться до плюс 10 градусов. Если не планируете устраивать ей зимовку, то нужно создать искусственное освещение. Бугенвилия не требовательна грунту. Главное, чтобы был рыхлый и водопроницаемый. На удобрение отзывается очень хорошо и любит тесные горшки. И сейчас мельком покажу, какое разнообразие цветов и оттенков этого растения. Следующая участница это деплодения. Тропиканка. Родина Южная Америка. Очень эффектное растение. Красиво цветущая лиама. Но бывает и капризно. Цветение пышное и продолжительное с апреля по ноябрь. Любит яркий, но рассеянный свет. Рекомендуется восточная, либо западная сторона. Полив по мере пересыхания верхней части грунта. А зимой полив скудный. Вот такая у меня она красотка. К удобрениям она относится очень хорошо. Грунт предпочитает универсальный или слегка подкисленный. Я использую универсальный, но раз в месяц я ее поливаю слегка подкисленный лимонным соком водичкой. Вы, наверное, сейчас удивитесь, но четвертое место в рейтинге занимает зефирантес или как его еще называют выскочка. Но я считаю по праву. Хоть это и простое травянистое растение, но оно цветет постоянно. Растение неприхотливое, но нуждается в ярком солнечном свете. Если условия позволяют, то может свести круглогодично. Летом любит обильный полив, но между поливами грунт должен просохнуть наполовину. Хорошо относится к удобрению. Размножается луковицами. Конечно же, в мой рейтинг попал клеродендрум Томпсона. Тропическое растение. Родина Южная Америка и Африка. Это тоже обильная цветущая лиана, но можно формировать и кустиком. Любит яркий, но рассеянный свет. Полив летом обильный, а зимой умеренный. Нужно давать просохнуть грунту почти полностью. Любит обрезку, как и все другие лианы. В этом году он меня вообще очень сильно удивил. Он решил у меня выдать семена. Вот такие красные с черным и по всему кустику-то. Ну вот такой топ у меня сегодня получился. У всех, конечно, растения цветут по-разному. Это лично мои растения, которые меня радуют постоянно своим цветением. Если вам понравился такой формат видео, пишите в комментариях. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok